МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гражданина Армении. И можете считать, что это такой, скажем, своеобразный пример для всех тех, кому нужно это сделать. Особенно сейчас, в такие дни, когда Армения, когда страна, ваша историческая родина нуждается в вас. Принимайте гражданство, это очень просто. А если есть возможность, вообще переезжайте жить сюда. Потому что, ну вот только представьте, да, если из-за каких-то обид каждый будет покидать страну, то мы просто ее лишимся. Как это было много-много лет назад с Ассирийским царством. Народу, у которого нет своей страны. Поэтому я призываю всех, я сегодня видел, и сегодня, и в те дни, когда я сюда приходил в АВИР, много очень видел граждан Ливана, Сирии, Ордании и других стран, которые также получали армянский паспорт. Получайте паспорт, эстафету передаю вам от себя. И надеюсь, вы последуете моему примеру. Арач Айастан. Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в Армении, в Арцахе, и поэтому считаю, что есть такая необходимость записать такое коротенькое видео. Поэтому это не как таковой выпуск, а просто обращение, рекомендация. И первое, чего бы я хотел заметить, довольно-таки такой важный аспект из всего того, что я видел и слышал. Значит, буквально на днях, разговаривая с некоторыми из нас, не буду называть имена, с кем и кто это был, один человек из Арцаха, бывший владелец, ну, в принципе, и сейчас еще владелец, отеля в Шуши, от его отеля уже практически ничего не осталось, кроме фундамента. Во время войны он потерял свой отель, но при этом отель остался на территории армянской зоны, то есть буквально в 100 метрах от азербайджанских постов. И он задал такой вопрос, вот как ему быть? С одной стороны, в нем гложет вот эта вот патриотичность, он воевал в Арцахе в этот раз, в 20-м году. С другой стороны, ему звонят азербайджанцы и просят продать то, что осталось от этого отеля. Ну, себестоимость этого отеля, по его словам, 250 тысяч долларов. Азербайджанцы предлагают за этот фундамент 500 тысяч, то есть в два раза больше той суммы, которой продавался этот отель еще до войны, он пытался продать. И человек спрашивает, как ему быть. С одной стороны, его душат налоговики, кредиторы, то есть ему нужны деньги, и у него этих денег нет. С другой стороны, если бы он продал, у него были бы эти деньги, он расплатился бы со всеми долгами. И, как бы, живи себе дальше, как говорится. Но гложет в нем вот эта патриотичность. Как он будет жить дальше? Ведь совесть будет ему мучить, что он продал, можно сказать, не просто отель, или то, что осталось от этого отеля, да? Но и землю, туркам. Он просил совета. А вот единственный раз, когда я и вообще были бы в замешательстве от этого всего, что действительно человеку рекомендовать. Да, можно сказать, действительно, у тебя дети, внуки, продавай этот отель. Решать свои проблемы. Ведь, как раз-таки, сейчас то время, когда нужны деньги, и деньги нужны многим. И он бы решил бы эти свои проблемы. Как раз они все покрывают, и еще даже остаются. И остается немало. Казалось бы, в Ереване можешь там сделать что-нибудь аналогичное или похожее на оставшиеся деньги. Но, с другой стороны, вот эта вот патриотичность в нем не дает ему возможность. Да, знаете, вот как вот левое плечо и правое плечо. Да, на одном плече сидит Аполлон, в другом вот этот дьявол Дионисий. Один говорит, твори добро, другой говорит, твори зло. Вот то же самое и он оказался вот перед такой дилеммой. Можно было бы ему, конечно, это сказать, продавай. Но, это можно сказать только в том случае, если его примеру не последуют другие. И положение действительно такое, что государству абсолютно наплевать на всех, кто чего-либо потерял. И им дают возможность сами, как хотите, выкарабкивайтесь. А как еще выкарабкиваться, если не продать что-то свое хоть кому? Ну, купит этот армянин, слава богу, еще лучше. Купит этот азербайджанец, плохо, конечно. Но, во всяком случае, деньги не бывают. Ни армянский, ни азербайджанский. Да, они общего пользования, я имею ввиду доллары. И, когда этот мужик спросил, значит, допустим, я согласился. А как мы будем совершать сделку-то? Это же нам нужно быть в Степанакерте. Как-то же нужно на эту тему говорить. Как ты себе это вообще представляешь? Получил феноменальный ответ от этого азербайджанца. Не беспокойся, там у нас свои люди. То есть, представляете, да? У них уже в Степанакерте сидят свои люди. Но свои люди он имеет ввиду, конечно, не азербайджанцы. Азербайджанцы там не сидят, слава богу. Сидят армяне, которые могут все это устроить. Тоже за определенную плату от азербайджанцев. Я не знаю, что еще должно случиться вот с этим народом. Чтобы они уже в конце... Я имею ввиду армянским народом. Чтобы уже в конце концов поняли, что вы сами себя губите, ребята. Вы сами себя губите. История ничему абсолютно вас не учит. Вот ничему не учит. Все вот эти зоны влияния. Турецкая, российская, армянская, азербайджанская. Политики. Это все временно. Поверьте, мы еще вернемся туда. Мы еще вернемся в эти земли. Они будут нашими. Тут лишь вопрос времени. Но как вы потом будете смотреть в глаза своим детям? А дети как будут смотреть в глаза других своих соотечественников? Будут говорить, да, мой папа там продал земли и уехал. Ну что это такое? Подумайте своей головой просто. Еще раз говорю, если это был бы единичный случай, я бы ему сказал продавай. Потому что тебе нужно устраивать свою жизнь. У тебя есть семья. Но ему, его примеру последуют и другие. Я просто уверен. И уж тем более, когда кто-то якобы сидит, а я уверен, что так действительно оно и есть. Что есть армянин, который может совершить такую сделку. И он уже куплен ими. Я в это верю. Вы знаете, вспомнил еще такую вещь. Происшедшую в Израиле. Ну все мы знаем, что в Иерусалиме есть армянский квартал. Довольно-таки такой добротный квартал. Древний квартал. И случилось там так, что палестинцы начали закупать у армян земли на армянском квартале. Армяне с удовольствием начали продавать эти земли палестинцам. Но бог с ними, если бы это были бы палестинцы. Хотя тоже не бог с ними, потому что это армянский квартал исторический. Ну как можно продать палестинцам или кому бы то ни было свои земли на историческом квартале. Ну как бы жадность, ничего тут не скажешь. Но были-то это не палестинцы. На самом деле закупали турки через палестинцев. И на этот раз армянский вопрос Иерусалима спас не кто-либо, а израильтяне. Тот самый Моссад, который пробили, что армянские земли в Иерусалимском квартале скупают турки. И они пресекли эту сделку. Вы представляете? И оставили это за армянами. Пресекли эту сделку хотя бы по закону, что по законам Израиля иностранцам нельзя закупать израильские земли. Армяне, видать, решили обойти этот закон или не додумались, что это делают не палестинцы, а турки. А может быть, это были палестинцы с израильским гражданством. Здесь я подробности не знаю. Скорее всего, армяне знали об этом законе и продавали палестинцам с израильским гражданством. Таковые тоже есть. Ну, арабы, скажем так, с израильским гражданством. А те уже, они были подставными лицами, а настоящие покупатели это уже были турки. Так вот, Моссад пресек все это. И, кстати говоря, деньги назад турки не получили. То есть, и армянские земли на армянском квартале Иерусалима оказались в целости, в сохранности. И турки потеряли деньги в пользу Израиля. Вот как надо работать. Вот как надо работать. Ребята, а не сидеть в последней крохе и продавать азербайджанцам. Это по поводу земель и слабости, недалекости. Но есть еще одна недалекость, которая уже касается извините, более молодое поколение. То старшее поколение. Молодое поколение с землями пока еще не владеет, чтобы их продавать и покупать. Но вот молодое поколение это самое из-за мой бедный и плохой русский язык совершает тоже ошибку. Я понимаю, что есть языковые проблемы. Но, слушайте, если у вас проблемы в русском языке на письме, в грамматике, бывает такое, ну, ничего не сделаешь. Да, каждый из нас владеет каким-либо языком, каким-то хорошо владеет, каким-то плохо владеет, но использовать их в информационном пространстве, особенно на том пространстве, где идут вот такие вот еще столкновения, а они еще идут, информационные атаки, глупо пользоваться своим плохим русским языком. О чем это я? Ну, все вы уже, наверное, видели эти фашистские кадры на... в Баку, на какой-то там аллее, в парке, специально разбившемся, музей под открытым небом, с армянскими трофеями и прочими. Ну, и там были, значит, размещены где-то около двух десятков разных манекенов в армянской форме. Ну, такие они сделали их максимально страшными, чтобы, наверное, дети их боялись, показать им, как армяне якобы выглядят, да? Ну, плюс еще какие-то добавили к этим страшилкам армянские антропологические черты, там, выпуклый нос, уплощенный затылок и прочее. Хотя, о, мой нос как нос. Гейдар этому, как его там, Ильхаму Алиеву только позавидовать моему носу. Я армянин, он чушка. И нос у него, вроде бы как, в два раза больше, чем мой, да? Так вот, значит, что произошло-то? Они все это разместили, естественно. Знаете, выигрывать тоже надо уметь, они-то не умеют выигрывать, и проигрывать не умеют, 30 лет плакали, да? И выигрывать не умеют. Тоже до сих пор такой эйфории, как будто бы они весь там этот арцах взяли, или без помощи кого-либо им это удалось сделать. Ну, ладно, бог с ними. Посмотрим еще, посмотрим еще, сколько они удержат. Так вот, через эти антропологические черты они показали, что они фашисты, обычные причем. Так обычно поступают диктаторы. И что делают армяне, вот эти молодые армяне, про которые я вам сейчас хочу сказать. Вижу в некоторых армянских социальных группах эти самые фотографии и подписи. Азербайджанцы выставили в парке трофеев чучело армян. Слушайте, вы вообще хотя бы вдумайтесь, что вы пишете. Какие чучело армян? Они же потом вот это вот скринят, у себя показывают и говорят, вот сами армяне пишут, что это чучело армян. Это не чучело армян. Это манекены в армянской форме. Вы что, узнали в них своих отцов? Там кто-то похож из тех, кто вам является родителем или братом или может быть похож на вас? Ну, если это так, тогда напишите, что вот один из этих чучел, из этих чучел, я уж вашим языком говорю, похож на моего папу. Ну, так и пишите. Что же вы за всех армян-то пишете? А если у вас проблемы с русским языком, так вообще помалкивайте. Я уже 20 раз вас прошу молчать, вы все продолжаете демонстрировать свой скудный словарный запас. Слушайте, ну, нельзя же так, вы хоть нас не позорьтесь, не позорьте, если сами гораздо позориться. Причем, я вмешался даже, я написал в комментарии, поправил их. Я говорю, это не чучело, армян, вы хоть подумайте, что вы пишете. И написал, как надо правильно подписать. Что они делают? Они берут, удаляют мой комментарий, а текст остается тот же. Я не буду говорить, какая-то группа, на самом деле это была не одна группа. Они просто друг у друга копируют, а другие там им лайки ставят. И мало кому в голову приходит им сделать замечание и сказать, что это не чучело армян. В общем, ребята, все очень плохо, и я понял, плохо в том смысле, что проблема в нас. Проблема в нас. Мы сами не умеем вести себя. мы порой гораздо из-за своей какой-то жадности, какой-то скрупулезности, каких-то там вот таких вот действий создать самим себе проблемы. Нам азербайджанцы для этого даже не нужны. Мы сами можем создать себе проблемы. Сами убить себя, сами отдать последнее. Отдадим и пойдем гулять куда-нибудь в Найроби, в Габароне, в Киншасу. Я не зря называю африканские столицы. Потому что куда угодно готовы пройти, отдать свои последние штаны. Не отдать, а продать. Думайте. Думайте, что происходит. Думайте башкой своей. Так не может продолжаться. У них эйфория временная. Вспомните, какая у нас была, да? мы сейчас превратились в азиков. Понимаете? Мы сейчас превратились в азиков. И будет очень грустный тот час, если все их худшие качества вы примерите на себе. Нельзя такое делать. Наши отцы, наши деды не были такими. Ни в коем случае нельзя этого делать. И как только вы станете такие, как они, вам хана. А мы можем со своей стороны все что угодно сделать еще похлеще. Такие антропологические качества азербайджанцев показать. Да, кстати, азербайджанцы. Это называется арминоидная раса. Вы представляете, какие древние армяне, что у армян есть своя раса, и она характерна переднеазиатской. То есть, эта раса показывает, что наши предки и мы, владели, владеем и будем владеть этими землями. И такие антропологические особенности арминоидные, можете погуглить, оно так и называется арминоидные, имеются не только у армян, даже у некоторых азербайджанцев, у грузин очень много, у ливанцев имеются, у турок имеются, у азербайджанцев имеются тех, которые когда-либо, ну, понятное дело, что вы тюрки, вы должны были быть антропологически другими, но вы пришли на эти земли и виды изменились, понимаете, так что смеяться над какими-то антропологическими качествами, уж кому-кому, вам бы не стоило, потому что мы можем посмеяться так, ой-ой-ой, разбить парк, допустим, в том же Ереване или в Степанакерте, где угодно, сделать парк-базар с какими-то там бутафорскими помидорами, огурцами и выставить вот этих вот и не хуже такие рожицы, что мало не покажется и будут туристы приезжать на эти самые базар, но это же детский сад, кому это нужно, кто этим будет заниматься, в армянских генах нет ничего подобного, чтобы издеваться над врагами или там что-то подобное творить, нет ничего подобного, у нас молодежь интеллигентнейшая, та, которая, не та, о которой я сейчас говорю, такие тоже есть, но это не от того, что они как бы мы с жичками не вышли, от того, что просто с русским языком плохо и не хотят учиться, но в сравнению с вашими даже эти куда более интеллигентные, в сравнении с вашими, опять же, я не говорю обо всех ваших, наверняка у вас есть люди, которые осуждают все, что сейчас творит там Алиев, и я уверен, что такие есть, но соотношение, процентном соотношении, вам еще многому учиться у армян, а сами армяне думайте вот этой частью тела. В ноябре прошлого года я случайно увидел сюжет об этом парне Алене Маркаряне на российском телеканале. Меня очень впечатлила история, о нем рассказывала его мама, о том, каким он был, каким он рос, кем мечтал быть. Ну, в общем, услышав рассказ мамы, мне казалось, что спрашивают именно мою маму обо мне, потому что вот если бы спрашивали у моей мамы, она бы рассказала бы, наверное, один в один все то же самое. У нас было с Аленом очень много общего. И мне запомнилась эта история. И когда я вот приехал в Яраблур на днях, и сейчас я здесь нахожусь, я вспомнил снова об этом парне, и мне подумалось, где он здесь похоронен, найти бы его могилку. И буквально я только об этом подумал, и меня ноги сами привели сюда, вот, к могиле Алена Маркариана. Я не знаю, что сказать, но мне бы очень хотелось, чтобы его мама откликнулась, если увидит этот сюжет. мне бы хотелось с ней много о чем поговорить. И еще, в заключении хотелось бы вот что сказать. Перед тем, как будете совершать какую-то сделку документальную с азербайджанцами и выкладывать какие-то посты нелицеприятные о своих же соотечественниках и глупо, а логично их подписывать, включите и еще раз посмотрите концовку этого видео, подумайте вот об этих ребятах. «Открышка» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok